Аллея влюбленных в парке юбилейный предполагалась как место для фотосессии горожан. Самым главным объектом здесь должен был стать вот этот цветок лотоса. Однако не самые сознательные граждане приготовили для белых лепестков несколько иную участь. Ребят, а ребят, вам не стыдно, а? Вот что вы делаете? Мы столько труда вложили, чтобы вырезать, а вы все черкаете здесь. Чего прячетесь тут сразу? Пусть все знают, кто вы. Молодцы. Что, когда будете стирать все это? Видео появилось в сети 27 мая, но известность оно обрело после публикации в группе «Аноним-03». Запись уже посмотрели более трех тысяч раз, и многие горожане осудили поступок подростков. Ответственность должна быть, но она должна быть, наверное, по закону как-то. Потому что мы все говорим, говорим. А по идее, вот здесь лучше бы какую-нибудь стену сделали, где можно было рисовать. Показывать в других городах графики. Конечно, отрицательно, потому что эти сооружения не так давно сделали. Наш парк становится только красивым и прекрасным, и тут такой случай. Я считаю, что это невоспитанность молодых людей. Как бороться с такими? Не приходить мимо, обязательно говорить, ну и начинать себя, воспитывать себя и своих детей. Но орудуют в парке не только подростки с маркером. Находятся и те, кто ворует разбрызгиватели, краны и даже высаженные кустарники и деревья. Порядка на 10 тысяч рублей сейчас у нас пока произведен ущерб. Мы предъявили ущерб нашей охранной организации, которая будет восстанавливать данные вещи. Но данная организация будет уже ЧОП, будет предоставить органы МВД свои, кстати, аргументы и копии видеозаписей. У нас ведется круглосуточная охрана один человек днем и два человека в вечернее и ночное время. Пока денег только хватает на такую систему. Плюс 13 видеокамер на каждой парке было. Камеры установлены в рамках системы «Безопасный город», то есть для безопасности горожан. В ближайшее время дирекция парков намерена установить дополнительные камеры уже для охраны имущества города от людей. Но даже та система видеонаблюдения, которая есть, фиксирует невежество регулярно. По информации пресс-службы МВД только в парке «Юбилейный», за последние пять месяцев было зафиксировано более 120 нарушений правопорядка. По всем фактам вынесены меры наказания. Но, как оказалось, вандалы не единственная проблема лотоса. Пруд до сих пор не функционирует. В чаше нет воды. Возможно, как раз из-за доступности конструкцию и портят регулярно. По моему мнению, это ошибка проектировщиков. И соответствующие органы местного самоуправления, комитет подстрадительства, должны обратиться потом в суд, чтобы обязательно исправить данную ошибку. То есть мы не можем эксплуатировать данную конструкцию. По предварительным данным, ошибка обойдется в полтора миллиона рублей. Устранять ее будут либо проектировщик, либо подрядчик. Алина Чертарова, Юрий Шабаганов. Первая. Альтернативная.